У нас в России есть много стереотипов о Кубе. Я в последний раз когда-то был, я проехал только на машине 3500 километров по Кубе. И Фиделя там действительно любят и любили, теперь уже можно сказать. Но в народе было некое, в Кубинском, некое ожидание того момента, когда все-таки его жизнь закончится. Понятно, что он давно уже был в таком состоянии, что все это ожидали. Как ни странно, именно с этим трагическим событием, которое произошло, многие на Кубе связывают возможность сближения с США. Поскольку, в общем-то, особых препятствий для снятия эмбарго экономического с Кубы и нет. Кроме одного, это те самые кубинцы-эмигранты первой волны, которые за действия Фиделя и его друзей потеряли все. У него потеряли бизнес, свою жизнь, вынуждены были эмигрировать. Именно они, как считается, и сдерживали возможность сближения экономического, политического, там, еще какого-то Кубы и США. И вот теперь, когда одно из препятствий для этого возможного сближения естественным образом ушло, можно ожидать того, что остров свободы, если не вернется под крыло в США, то, по крайней мере, восстановит какие-то экономические, дружеские, там, политические отношения. Будут туристы приезжать из США на Кубу. Вообще, надо понимать, что Куба для США – это примерно то же самое, что был для нас Крым, когда он был украинским. То есть Куба всегда была в раскратах в США в последнее какое-то время. И для многих в США это своя, но потерянная аудитория. Но эти многие – это, в основном, те самые кубинцы-эмигранты, которые вынуждены были эмигрировать с Кубы, потерять все, что у них было, из-за действий Фиделя. И народ сейчас, конечно, поскорбит на Кубе Фидели, но, в общем, многое изменится. Многое изменится именно в отношениях Кубы или США. Возможно, они с того же.